Доброе бодрое утро, дорогие друзья! Эфир передачи «Утро Калмыкии» открываю я, ее ведущая Юлия Махалеева. Ура! Мы снова с вами, друзья! Мы готовы к новым вершинам и, надеюсь, вы тоже. Если за эти январские праздники вы немного набрали кило из оливьешек и других салатов, не страшно. Прямо сейчас повторяйте зарядку за нашими тренерами и их не станет проверено. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня предлагаю вам провести зарядку вместе с нами. Желаю вам продуктивного дня и прекрасного настроения. Первое упражнение мы начинаем с прыжков. Прыжок ноги в сторону, руки наверх. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, достаточно. Следующее упражнение у нас будут боковые выпады. Поставили ноги широко, стопы стоят прямо и мы перекатываемся, садимся на одну ногу. Колено должно остаться над пяткой, спина прямая. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Следующее упражнение спайдермен. Для этого нам нужен коврик, мы ложимся на коврик. Руки вытянули, ноги выпрямили, положили на пол. И одновременно поднимаем разноименные руку-ногу. Сначала одну сторону, потом другую. Один, два, движения плавные, нерезкие. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, поднимаемся. Следующее упражнение обратный мост вытягиванием руки. У нас четыре точки опоры, ноги и руки выпрямляем. Стопы стоят полностью, не отрываем пятки, выталкиваем таз наверх и поворачиваемся в сторону. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. И следующее упражнение. Мы встаем, ноги на ширине плеч, руки возле головы согнули. И тянем колено к локтю к противоположному, потом прямая рука-нога. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще два, один. На этом утренняя зарядка закончена. Всем желаю хорошего настроения. Ну а сейчас время для самого вкусного завтрака. Смотрим, повторяем и наслаждаемся вкусом. Кто-то может сказать, что это обычная яичница, но я вам отвечу, что это необычная яичница. Лук режем на мелкие кубики, чеснок просто измельчаем, болгарский перец на кубики и помидоры тоже на кубики. Все подробности будут в описании. На разогретом масле обжариваем лук минуту, потом чеснок минуту, потом добавляем болгарский перец, жарим пять минут и закидываем помидоры. Добавляем зиру, черный перец, красный, томатную пасту, соль. Все хорошо перемешиваем и готовим еще семь минут. Потом делаем углубление в соусе и туда разбиваем яйцо. Отправляем все это дело под крышку на 10 минут. Если вы хотите, чтобы получилось еще красивше, то можете отделить белок и добавить сюда только желток. Закидываем рубленную зелень и вкуснейшая шакшука готова. Закидываем рубленную зелень и вкуснейшая шакшука готова. Доброе утро всем тем, кто только присоединился к нам. Рада вам представить нашего гостя замечательного. Это Руслан Дея. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли к нам в такую рань. И прежде, если вы у нас в гостях не первый раз, это значит, что у вас в жизни произошло что-то интересное, достойное внимания. Поэтому давайте рассказывайте все по порядку. Как у вас дела? Ну, замечательно. Восстанавливаемся после новогодних праздников. Готовимся к будущим праздникам, концертам, мероприятиям. Ну, то есть, процесс идет, жизнь кипит. Вот, ваша песня попала в саундтрек молодежного сериала «Трудные подростки», у которого за три сезона больше, чем 200 миллионов просмотров. Причем, это была специальная новогодняя серия, которая заканчивается этот сезон. А можно подробнее о том, вообще, как это произошло, как ваша песня оказалась в сериале? Ведь самой песне уже на тот момент было три года, верно? Ну, песни даже, может, чуть больше. Мы ее даже первый раз впервые исполняли в фестивале независимой музыки, ее как бы отметили там. Но она не попала в первый альбом, и вообще другие там, последующие альбомы, немножко не получалось сделать по звуку. Где-то я технически не мог это реализовать, где-то я концептуально не знал, что с ней сделать. Потом как-то получилось, что сделали. Саммерсет в тот момент был дуэт, это Ангира Болдырева, я, соответственно. Сейчас Саммерсет трио, это Алена Иванова, Ангира, ну, опять же я. В тот момент мы записали, и она лежала на полке. Я думал, какой-то следующий альбом, она, наверное, попадет, а может, и не попадет. То есть мыслей про нее не было. В прошлом году я когда-то наткнулся на нее, и опять же она никуда не попадает, я отдельно синглом ее уже мы выпустили, сделали релиз во все стриминг-сервисы, на все площадки, как сейчас, в принципе, делают все. Вот, и как бы она благополучно в одной замечательной, на одной замечательной стриминг-платформе набирает прослушивание, попадают редакторские плейлисты. Ух ты. То есть она неплохо сама по себе, то есть песня живет, и... Все произошло естественно. Да, в том пространстве, да, немножко вне, скажем, Калмыкии, да, если так акцентировать уже территориально. И тут буквально перед Новым годом, за две недели, я вижу письмо на рабочей электронке. Так. И пишет продюсер, постпродакшн фирмы, которая занимается сериалом, и предлагает нам историю, чтобы мы поучаствовали с этой песней в их фильме. В каком месте, в каком эпизоде, сколько по таймингу, ничего не знали. Ну, я про сериал, честно говоря, особо не слышал. Тут тоже забавный такой момент, потому что я, ну, как бы немножко не смотрел. Возможно, я не нахожусь в таргет-группе, да, зрителей сериала. Ну, это как бы такой уже субъективный момент. Я спросил у своей дочери, да, которой 20 лет, что за сериал? Она, говорит, классный, телесезонный посмотрела. Тогда я пишу, конечно. Хорошо. Ну, потом она мне уже рассказали, что, насколько я поизучал вопрос, и да, он прикольный. Какое-то время подождали, потому что тоже на моменте постпродакшна был окончательный монтаж, то есть в последний момент всегда все может поменяться, потому что у нас до этого уже были диалоги с другими режиссерами, с другими тоже, из других стран даже хотели использовать, но как-то на последних этапах уже несколько раз, как говорится, все срывалось. Третий момент, предновогодний, на Новый год прошлый я вот бокалом шампанского и с горящей вот этой бумажкой как раз заказывал. Я хочу саундтрек, потому что пандемия, концертами все время непонятно, переносится и какой-то, где-то нужно было какую-то цель найти новую, как можно свою музыку, творчество туда продвигать. Ну и 25-го в канун католического Рождества мне уже написали, что все утверждено, и там юрист, авторские права, все вот эти бумажные какие-то вещи. И буквально 2 часа в ночи я там бегал по друзьям ночью, искал, кто не спит, у кого есть принтер, да. Вот, потому что распечатал и все, 27-го декабря он уже на одном из каналов, потом уже, наверное, сейчас будет уже в соцсетях, в открытом бесплатном доступе. Еще раз, а вы сами посмотрели сериал прежде, чем согласиться? Конечно, я посмотрел, я даже подписался. И как вам? Ну вот они поймали то, что действительно, даже вплоть до визуальных образов, вплоть до сцен, это то, о чем, в принципе, Саммерсет и для чего... Совпало все. Ну не совпало, я так думаю, они очень хорошо кастом занимаются, отбором, профессионалы, и прямо они четко угадали. То, что я даже, может быть, чуть-чуть не докручивал где-то, я хотел, а вот теперь я понял, вот что не хватало Саммерсету в визуале, чтобы это еще круче зарегало. Здорово. Не могу не поздравить вас, души вам желаю и дальше продвигаться, расти, и еще в каких-то сериалах принимать участие. Но вот всегда интересно знать, как создаются произведения, вот что или кто вдохновил на создание именно этой композиции? Песня, это тоже забавный момент, она вообще, это депрессивная-депрессивная песня о том, грубо говоря, о такой погоде, слякоть, там, холод, и хочется теплых стран и каких-то таких фантастических мест, да. И вот Кайманы как некий такой образ, не знаю. И эта песня попала уже потом в аранжировки в одной из соцсетей визуальных в Англии, где я попала ребятам, они сделали фан-видео, поклонники Синтипопа, Электроклэш, и там есть такое целое сообщество, и мы там, нет-нет, как бы они следят за нашим творчеством, что забавно, что забавно, ну, какие-то, как это, широко известен в узких кругах, да. Да-да-да, в узких кругах, точно. И достиг вершины дна общества, вот. Ну, такая вот. И они сделали, и там, когда читаешь этих обсуждений, самое забавное, что, допустим, для нас Кайман это некое такое место где-то там, где бескрайний океан, и какое-то место, куда попасть, такой рай, да, какой-то, ну, каждого свой, конечно. А для них это Кайман это такой некий образ дешевого отдыха, как, допустим, у нас есть черноморские такие места, где есть дорогие, а если недорогие, ну, скажем так, да, такого уровня, да, где можно там снять кое-какое место и... И дикарем, да. И дикарем, да. И они, у них воспоминания, как правило, это вот как они в 20 лет на этих Кайманах. То есть, вот, менталитет разных стран, да, для нас это что-то вот такое, а для них, ну, это было смешно, да. И у них видео такое позитивное, они какое-то сделали, именно олдскульное, там, с какими-то винтажными вставками, про кто как молодежь, там, в 80-х отдыхает на берегу океана. Вот такая вот история с Кайманами. Простите, не отстану. Это вот как произошло? Это вот вы случайно где-то что-то услышали? Или это во сне вам приснилось? Или как-то уже были наработки раньше? Мне, правда, это очень интересно. Не, ну, все время же идет процесс, все время какие-то есть наработки, какая-то... Вообще есть определенный там звукоряд у каждого человека субъективный, он хочет к нему прийти, да, там, это... И много человек, как бы, такой... Мы живем вообще в эпоху микса, да, то есть слушаем очень, потому что большой объем информации, а мы как фильтр, мы пропускаем, и вот через себя, и где-то все это совмещаем, и по итогу выходит что-то новое. Где-то эклектично, где-то органично, где-то там попадает в волну какую-то, где-то никуда не попадает музыкант. Сейчас, на самом деле, с удешевлением аппаратуры музыкальной, музыкантов очень много, очень много материала. Это просто, ну, что ли, хватит в интернет зайти, и каждый второй, да, в каждом у нас в листе, да, по три человека в доме, которые пользуются вот этими всеми аудиоредакторами, там, и есть возможность закинуть в соцсети, либо там даже на площадки уже платные, да. Другой момент, какие цели-то преследуются, и как кому попадет, и как это будет в волне. Ну, в данном случае, да, хотя мы не играем прям трендовую музыку, у нас электроклэш, это стиль достаточно узкий, относится к так называемой дарк-сцен, то есть темной сцене, это постпанк, электроклэш, синтепоп, и, скажем, это такие достаточно вещи не попсовые. Хотя Уикенд, допустим, американский, канадский, да, певец, находясь там, не знаю, сколько там в чартах, он доказал, что синтепоп жив, да, который там за 60-е сходил свое время там. То есть это все не просто так, это такое коловращение стилей и совмещение новых жанров, саунда. То, что попали в сериал, это для меня лично, как для автора песни, да, и, наверное, для Ангира, исполнителя, и вообще для Алены, то есть в целом для группы это хороший момент, что мы идем в правильном направлении. Да, это потрясающий момент. Это куда-то попадаем мы в общую, какое-то информационное поле, да, это как у Борхеса есть теория группировок, такая смешная. Вот мы сейчас попали в некую такую группировку, где людям понравилось, потому что в чем здесь плюс, когда попадаешь в тему, это понятно, что это удовольствие, что ты попал в какое-то большое такое пространство, где от тебя услышат, там покажут. В другой момент, это же очень маркетинговая тема, то есть люди, которые выбирают музыку, они думают уже о том, как это зайдет, как это будет биться с визуалом. Соответственно, здесь просто подтверждение, что то, что мы делаем, оно органично вплетается в современный какой-то тенд, потому что сериал трендовый, и у них идея – это широкие массы, учитывая и коммерческую составляющую использования этого продукта. Как думаете, какая еще ваша песня могла бы подойти в качестве саундтрека к этому сериалу? Я не знаю, какая это же, наверное, это не моя прерогатива думать, какая песня подойдет, а вообще все песни наши подходят к любому фильму и сериалу. Ох, даже так. Вообще изначально с Амерсета появилась идея из фильма, ну, мне очень нравится фильм Дэвида Линча «Твин Пикс». И изначально вся атмосфера была построена на обыгрывании. Точно. И в первой части даже есть такая сцена, где поет Одри, героиня, да, Одри, и как еще ее звали? В общем, вот дуэт почему и выше, вот из этого именно момента, да. Потом уже мы пошли, уже чуть глубже стали копать, там уходить, там, электроклэши и всякие еще электронные течения ветви. Ну, в этом, кстати, новый альбом мы сейчас записываем, там уже и будет и гитарная песня. Вот, предвосхитили мой вопрос. Да, да, хочу вот. Ну, EP уже практически материал готов. Пока пять треков, может даже шесть, но, скорее всего, пять больше не будем. Хочу, планирую, в феврале на март уже его все про постпродакшн сделать. Лучше меньше да лучше, да? Ну, как бы вообще тактика и стратегия у нас такая, что мы не выпускаем. Один у нас альбом выпустили, мне не понравилось. Сейчас лучше выпускать короткие, то есть по четыре-пять песен. Вот у нас, допустим, за прошлый год, если отчитаться, мы упустили 12 треков. Это два EP, нет, два EP, три сингла, макси-сингла. То есть EP – это небольшой альбом, три-четыре песни, и сингл там один или два трека. И почти 60% все попали в хорошие плейлисты и нашли как бы адресата. А вживую за прошлый год успели где-нибудь сыграть? Ну, мы сыграли, съездили в Москву, в Санкт-Петербург в мае. Немножко так попробовали вообще, потому что мы не играли. И поучаствовали в домашних фестивалях, это фестиваль «Район Али» проходил на даче Герты Виктора. Ну, все, и «Кони ветра». Это уж пробовали, потому что только новый материал, мы его обкатывали. К сожалению, у нас, благодаря замечательной пандемии, сорвались несколько хороших участий в фестивалях. Это в Екатеринбурге «Урал Мьюзик Найтс» очень большой такой глобальный фестиваль. Мы, кажется, должны были играть на такой экспериментальной электронной сцене. Потом сорвались у нас концерты в хороших клубах, где были шоу-кейсы и все. Но это как бы не страшно. Самое главное, что процесс идет. Я думаю, в этом году, когда уже вели QR-коды, когда как-то придумали, как адаптировать все в нынешней ситуации, и мы, наверное, будем уже концертировать больше и работать, то есть как-то себя проявлять уже в реальности. То есть не только в интернете, а уже как-то буквально. Не знаю, насколько часто в Элисте получится. Очень ждут люди. Да, но... Это правда. Хочется теперь попробовать «Наук про санс», потому что мы давно не ездили вот так, чтобы в туры какие-то, там, фестивали. Уже просто хочется поменять обстановку и проверить себя уже в таких условиях. Так, подождите. Вы говорили, были в Питере и в Москве. И вот, получается, вы можете сравнить публику. И какая аудитория вам, грубо говоря, больше нравится? Чуть-то она разная, просто здесь нельзя сказать, что-то ей нравится больше, меньше. Просто я в свое время в Питере очень долго прожил. И до того, как переехал обратно, вылез в Тулу, было тоже какое-то сообщество друзей, музыкантов, и была группа. Питер мне, наверное, в плане ближе, я туда приезжаю практически как домой. Я прям получаю этот заряд какой-то. Москва интересная. Ну, чем интересно? Люди, допустим, здесь надо больше сравнивать не только в Москву-Питеру, а, наверное, даже с Элистой дома. Там очень много людей, которым интересна авторская оригинальная музыка, течение, кто придумал, как это подается. То есть очень много вот прям уделяет внимание процессу. И что хочется людям многое, чтобы получить оригинальный продукт, не перепевку, не перетанцовку. А вот именно оригинальный продукт, который они вот сделаны там... И поэтому наши даже концерты, музыка, аранжировки всегда отличаются от того, что есть в записи. Потому что самим нам интересно это все живую переигрывать по-новой и уже как-то по-новой интерпретировать, по-новому давать. И тогда вот энергетика совершенно другая. А так превращать опять в караоке-шоу, что записали в студии, это, конечно, легко сделать там. Но включить в культ, не стоять и крутить там что-то, да. Теряется самобытность. Да, лучше пусть этот звук будет кривой, плохой, но он должен быть честный. Поэтому поем никогда там не самерсет. Одно из главных постулатов – это не петь под минус, под фонограмму. Ну, поют вокалисты, я пою, все мы вживую поем. Все честно. Все честно и должно быть прям здесь, сейчас. И, естественно, ни один из наших концертов никогда не похож на предыдущий. Когда ближайший? На какой месяц настраиваться? На ближайший либо вот в конце января. Отлично. Максимум в начале февраля. Потому что нас еще позвали в Москву. И хотим сделать не мы, инициаторы, а тоже музыканты из Калмыкии, которых, наверное, потом в соцсетях, может, не сами расскажут. То есть такой некий шоу-кейс сделать, то в Москве играет и самерсет там будет. Может быть, еще группа из-за листы. Мы это с ними не обсуждали, поэтому пока про них ничего говорить не могу. Сами расскажут. Клипы-то будут? У нас не так... Ну, в этом году у нас, кстати, два клипа вышло. А вообще в этом году, да, будем больше уделять внимание, наверное, визуализации. Тем более после того, что я увидел в подростках, я думаю, именно так надо делать. Курс есть. Жесткий курс, и у вас на канале вряд ли его подойдет. Ох, даже так. Хорошо, давайте на этой ноте вы пожелаете нашим зрителям на день грядущий что-нибудь от тебя хорошее. Ну, желаю всем проснуться, сразу попасть в рабочий ритм, достичь всех своих целей до выходных, и потом, как в песне Роберта Смита, «В пятницу я влюблен», и до следующего понедельника. Впереди куча интересных вещей. И приходите на наши концерты. Мы будем играть как старые, так и новые темы. Плюс куча-куча импровизаций. Но это не гарантирую. Друзья, мы не могли оставить вас без него. Да-да, это Астропрогноз. Этот год считается достаточно сложным, не очень благоприятным. Поэтому всем тем, кто родился в Год Тигра, конечно же, обязательно делать в преддверии этого года ритуалы для продления жизни. Также необходимо избегать посещения тяжело больных людей и по возможности также избегать всех строек, то есть участия в строительстве и также начала строительства. И также избегать посещения мест, где скапливается большое количество людей. То, что касается именно для тех, кто только лишь появится на свет в наступающий Год Тигра, то традиционно для новорожденных, конечно же, для них нужно будет обратиться к ламам, для того, чтобы они, опять же, провели ритуалы продления жизни и укрепления здоровья. Но, в принципе, поскольку они родятся именно в Год Тигра, то обычно считается, что младенцы, рожденные именно в Год Тигра, они рождаются довольно крепкими и сильными, поэтому, в принципе, считается, что кроме как бы молитвы, именно для продления жизни, особо каких-то ритуалов для них делать не нужно. Для тех, кому исполняется 12 лет, то есть для детей, также рожденных в Год Тигра, им необходимо также сделать продление жизни, но именно для детей, кому исполняется 12 лет в следующем году, то для них особых ритуалов, в принципе, проводить не нужно, поскольку наступающий год для них будет достаточно благополучным. То, что касается именно людей, рожденных в Год Тигра, именно среднего возраста, то есть которым, получается, исполняется 24, 24 года, да, по-каламатски 25, то следующий год будет как раз-то для них более сложным, чем предыдущий, то есть, опять же, для них также необходимо проводить ритуалы, направленные именно на продление жизни, и также обязательно сделать еще ритуалы Будды-медицины, да, то есть обращение именно к Манлаборхан, для того, чтобы поддерживать их физическое и внутреннее душевное здоровье, поскольку вот этот год, возможно, будет для них в действительности очень сложным. Для людей более старшего возраста, то есть как бы зрелого возраста, которым, опять же, 36 и 48 лет, то для них также наступающий год, возможно, принесет как бы некоторые препятствия и помехи, поэтому для них, конечно же, обязательно делать продление жизни, и также еще желательно обратиться за молитвами, которые устраняют разнообразные препятствия, то есть это именно молитва обращения к защитникам, для того, чтобы устранить все возможные препятствия, которые у них могут возникнуть в следующем году. Те, кто родился в год быка, для маленьких детей, в принципе, в следующий год будет достаточно благоприятным, но то, что касается именно тех, которым 13, 25 и 30, 37 лет, то, опять же, в следующий год тигра может сложиться не очень удачно, и могут возникать вот такие какие-то мелкие препятствия и помехи, поэтому для них также рекомендуется проводить разнообразные ритуалы именно для устранения препятствий, то есть обращения к защитникам. Для тех, кто родился в год обезьяна, особенно именно маленьким детям, рожденным в год обезьяна, нужно особое внимание уделить на их здоровье, поскольку для маленьких детей, рожденных в год обезьяна, следующий год тигра будет достаточно сложным именно в плане здоровья, поэтому именно на вот этот аспект нужно обязательно обратить внимание, то есть, конечно же, желательно провести именно ритуалы, обращенные в будди медицины, для того, чтобы именно получить благословение, которое позволит им поддерживать именно хорошее состояние ребенка в течение всего вот этого года тигра. А для тех, кто родился в год обезьяны, но уже находится в таком взрывном возрасте, то есть имеется в виду старше 20 лет и так далее, то для них именно в отношении здоровья, конечно же, таких вот больших сложностей не ожидается, как именно у маленьких детей, но все равно, поскольку год обезьяны является третьим годом от года тигра, то для них этот год, наступающий год, он также может быть достаточно сложным, то есть могут возникать разнообразные препятствия в делах и так далее, поэтому также рекомендуется провести ритуалы на продлении жизни и призывание удачи. А для тех, кто рожден в год свиньи, то для них следующий год тигра в целом будет достаточно благоприятным. Единственное, что тем, кто родился в год свиньи и младше 30 лет, им стоит обратить внимание на свое здоровье, а для тех, кто старше 30 лет, опять же, рождены именно в год свиньи, то им желательно, опять же, проводить ритуалы, которые направлены на поддержание здоровья. Хотя в целом следующий год тигра именно для тех, кто родился в год свиньи, будет достаточно благоприятным, но, возможно, все равно возникновение некоторых опасных ситуаций, поэтому в течение, не обязательно именно в преддверии года, но, возможно, в течение года также можно будет обращаться именно за молитвой, которая будет обращена именно к защитникам. То, что касается именно тех, кто рожден в год собаки и в год лошади, то они, получается, это пятый год, считая, от года тигра. Для них этот год, в принципе, будет достаточно благоприятным, считается, год тигра. Для них рекомендуется в течение вот этого года тигра проводить именно огненные пуджи, то есть галта-кэгэн, и также желательно еще и развешивать ритуальные флажки кимура. Для тех, кто родился в год куриц или в год петуха, то для них как раз-то вот особых ритуалов проводить не нужно. Для тех, кто рожден в год зайца или в год кролика, то для них следующий год, в принципе, достаточно благоприятным. Для тех, кто родился в год овцы, то для них тоже, в принципе, следующий год считается достаточно благоприятным, поэтому таких вот именно особых рекомендаций для них нет. круто было провести это утро с вами дорогие друзья надеюсь вы зарядились и готовы покорять новые вершины пока пока а